МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ноябрь-24", продолжает свою работу, и сейчас коротко о главных темах недели. Вторая волна пандемии. Больница Ноябрьска увеличивает количество аппаратов ИВЛ. Готовятся к армии. У призывников началось прохождение медицинской комиссии. Бригады скорой задерживаются. Количество вызовов растет. На Ямале на неделе вновь сократили оказание плановой медицинской помощи и разворачивают дополнительные койки для лечения ковид-больных. 40 дополнительных койок развернут в Салихарде, 20 в Лабытнанской больнице и 40 в Ноябрьской ЦГБ. Число обращений в больницы в связи с ОРВИ и подозрением на ковид в последние дни выросло в 5 раз. И чтобы снизить нагрузку на врачей, в нескольких медучреждениях региона временно сокращают оказание плановой помощи. Речь идет о пациентах с заболеваниями, не требующими неотложного вмешательства. Приостановлены также профосмотры и диспансеризация взрослых и детей. С сегодняшнего дня мы вынуждены вновь сократить оказание плановой медицинской помощи в больницах Ноябрьска, Надыма, Лабытнанге, Салихарда, Муравленка и Нового Рингоя, Тазовской районной больницы и Надымской стоматологической поликлиники. Это необходимо, чтобы разгрузить наши медицинские учреждения. При этом хочу подчеркнуть, лечение онкологических, сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, гемодиализ, вакцинация по национальному календарю проводится в полном объеме. Количество вызовов врачей в Ноябрьске действительно серьезно увеличилось. Вместе с тем в адрес редакции поступают обращения от тех горожан, которым отказали в вызове медика на дом при наличии температуры ниже 38. Одна из историй закончилась тем, что у женщины, которой впоследствии подтвердился ковид, больше часа была вынуждена провести в коридорах поликлиники. Вызов у нее просто не приняли. Уже больше двух недель Елена Борисовна лечится от коронавирусной инфекции. Температура спала только недавно. Недомогание жительница Ноябрьска почувствовала 27 сентября. А 28 утром в понедельник попыталась вызвать врача. Позвонила в регистратуру поликлиники на изыскателей. У меня была температура 37,5. Они говорят, мы с такой температурой, врач на дом не выезжает. Я говорю, у меня вот ночью была 38, я выпила таблетку, у меня вот на данный момент 37,5. Они мне сказали, ну все равно приходите сюда. Елене не оставалось ничего другого, как отправиться в поликлинику, поскольку горожанке нужен был больничный лист. В кабинет к дежурному терапевту она заняла очередь первой. Еще не было восьми утра. Однако на прием попала лишь спустя час в начале десятого. Все это время врачи ждали, когда завезут реагенты для проведения тестов на ковид. А еще спустя два дня жительница Ноябрьска узнала, что в очереди она сидела уже зараженная. Тест оказался положительным. После меня заняли еще четыре человека, тоже так же с температурой, я так по их разговорам поняла. Я до пришла, у меня 37,5 было, я как бы плохо себя чувствовала, слабость была, а домой пришла, у меня повысилась, у нас раз 38 стала. После получения положительного теста общаться с регистратурой поликлиники пришлось уже родственникам Елены Борисовны. Контактной дочери Юлии также предложили обратиться лично и сдать тест в тот же день в поликлинике. А когда она пришла, уже другой регистратор, а потом и терапевт, были очень удивлены и отправили ее домой на самоизоляцию. Анализ на коронавирус ей нужно было сдавать лишь через несколько дней. На мои возражения уже в регистратуре по поводу, почему бы вы не прислали врача, если существует постановление, там, Роспотребнадзор, если глава администрации города, если губернатор пишет о том, что с малейшими признаками ОРВИ и температурой нужно вызывать врача на дом, вы отказываете в вызове. В регистратуре отвечают, ну вот у нас сейчас другие правила. Впрочем, как пояснило руководство городской больницы, никаких других правил в городе нет. Ко всем, у кого повышенная температура, врачи по-прежнему должны приходить на дом и на дому брать мазки на наличие коронавируса. А в ситуации с сотрудниками регистратуры, филиалы на улице изыскателей пообещали разобраться и провести дополнительный инструктаж тем, кто принимает вызовы от заболевших горожан. Евгения Демина, Александр Паханов, Александр Иванов, Ноябрьск, 24. Бригады скорой стали приезжать на вызов в задержкой. Вину всему также возросшее число обращений. Сыграли два фактора – сезонная заболеваемость ОРВИ и пандемия. В среднем осенью за сутки бригады совершают около 120 выездов. Сейчас их количество доходит до 170 на 7 бригад. Каждый час в среднем 11-14 вызовов. Они делятся на экстренные и неотложные. В первом случае бригада должна доехать до человека за 20 минут и не более. Во втором – по мере освобождения. Скорой пришлось перестроить схему работы. Теперь к пациентам, к примеру, с небольшой температурой или кашлем придется подождать. В некоторых случаях даже около часа. К этому медики просят отнестись с пониманием. По нашим меркам локальным задержки есть. Я почему? Потому что станция всегда функционирует в таком режиме, что у нас, в общем-то, диспетчеры даже и не дифференцировали. Вызовы на экстренные и неотложные. У нас была возможность тут же послать бригаду на вызов. Сейчас такой возможности нет. В Ноябрьске сегодня больше 900 пациентов с коронавирусной инфекцией. Основная часть лечится дома. Что касается клинической картины заболевания, если весной 2 трети пациентов переносили инфекцию бессимптомно, то сейчас это количество бессимптомных случаев сократилось. Если появляются жалобы, то, наверное, побыстрее принимаешь препараты и думаешь об этом. Потому что все мы прекрасно знаем изначально, пока до этих ковидов, температура 37,2, 37,3, все ходят на работу, никто не лечится. То есть настороженность у населения появилась больше. Что касается готовности больницы к наплыву пациентов, то медучреждение, по словам заместителя главного врача, обеспечено всем необходимым. Подготовлено 200 коек для ковид-пациентов, 14 из них сейчас свободны. Нет проблемы и с обеспечением таких больных кислородом 160 стационарных мест. Из 23 аппаратов ИОЛ пациентами с ковид в пятницу были заняты 10. К тому же еще ожидаем плюс 15 аппаратов. Это инфекционный фонд ЯМАЛ, который нам обещает поступление еще 15 аппаратов. То есть, да, будет хорошо у нас, во-первых, и обновлена, и, дай бог, в достаточном объеме будет обеспечено обоим аппаратами. Того количества ИОЛ нам в весенний-летний период было достаточно. То есть, у нас не было такого, что кто-то нуждался, а не было аппарат. А в данном случае их еще будет и больше. Кашель, одышка, затрудненность дыхания – эти симптомы могут говорить как об обычной простуде или гриппе, так и о коронавирусной инфекции. Определить заболевания помогут тесты на ковид-19. А вот выяснить, есть ли воспаление легких и насколько оно серьезно, на ранней стадии можно лишь с помощью компьютерной томографии. В ноябрьске только один аппарат. Как попасть на обследование и появится ли новое оборудование, расскажем в нашем следующем материале. О том, что у нее ковид, жительница ноябрьска Алиса узнала около месяца назад. Болезнь девушка переносила достаточно легко. Несколько дней температуры и ломоты, потери обоняния. Однако знакомые с медицинским образованием напугали, что даже в таких случаях может быть поражение легких. И Алиса обратилась к терапевту с просьбой дать ей направление на обследование. И что мне ответили, на меня даже наехали немножко, но я, конечно, понимаю все. Но, типа, зачем мне ехать, зачем меня ввести, потому что там одна очередь, очередь живая, и коронавирусные, и некоронавирусные, и еще больше заболею, короче. И вам это не надо, сидите дома. Бежать на КТ при любом симптоме простуды не нужно, уверяют врачи городской больницы, где располагается единственный в ноябрьский компьютерный томограф. Это медицинское исследование, в ходе которого пациент получает дозу рентгеновского излучения, а потому принимает решение о необходимости КТ должен врач-терапевт. Да и загрузка аппарата в больнице сейчас очень высокая. Отменены даже платные обследования, которые проводили раньше. Порядка 100 в сутки идет. Значит, если взять срез вот этих обследований, то это будет примерно 50 исследований, это будет плановое исследование. И 50 исследований, это будут пациенты с подозрением на ковид-инфекцию или пациенты с динамическим наблюдением. То есть пациенты, которые уже установлены диагноз, какое-то время они уже пролечились, и нужно оценить состояние легочной паренхимы. Потоки больных разделены. До 14 часов дня принимают людей с разными патологиями, требующими наблюдения. А после в вечернее и даже ночное время тех, у кого ковид, либо подозрение на него. Врач-терапевт. К сожалению, направление он дать не мог, поскольку кроме присутствующих симптомов у меня никаких других не было. А кашель у него подозрения не вызвал. Эта девушка просит не показывать ее лица и не называть настоящее имя. Коронавирусом она переболела в начале сентября. Достаточно легко, без госпитализации. Но ее состояние до сих пор беспокоит горожанку. Слабость и утомляемость, а главное кашель, не проходят уже больше месяца. Врач-терапевт направление на обследование не дал, но посоветовал обратиться в больницу самостоятельно, что она и сделала. Направление не дают, сказали в порядке самообращения, потому что температура то есть или нет. Татьяна приехала в ЦГБ вечером в часы приема коронавирусных больных. Без особой надежды на успех. Однако спустя всего час ожидания в очереди ее приняли. Бесплатно и без направления. Через несколько минут после обследования она получила заключение. Сейчас воспалительного процесса в ее легких нет. Однако снимки показали наличие небольших плотных образований в обоих легких. А значит воспаление все-таки было. Направление спросили, но его не было. Но тем не менее, не было никаких абсолютно препятствий. Записали мои данные. Рост, вес, все как положено, контактные данные. И я прошла КТ, то есть без направления, в принципе без проблем. Томограф в ЦГБ пока единственный на 100-тысячный город. И сейчас аппарат работает почти с максимальной нагрузкой. Однако в ближайшее время техники для обследования станет больше. Департамент здравоохранения округа обещает до конца года закупить 6 аппаратов компьютерной томографии в города Ямала. Один из них должен появиться в спид-центре. Планируется закупка еще одного томографа и для ЦГБ. Еще до ковида у нас было в плане получения второго аппарата по программе. Ну, знаем все, что есть национальные проекты здравоохранения. Один из проектов – это борьба с онкологическими заболеваниями. По этому проекту нам в план был поставлен на 20-й год. Это закуп компьютерного томографа. Поэтому ожидаем, готовим место на поступление. Подключаются к работе и частные клиники. В Сибирском здоровье уже приобрели и установили аппарат для компьютерной томографии. Он расположился в цокольном этаже и будет оборудован отдельным входом. Работать новое диагностическое оборудование начнет в ближайшие месяц-полтора. Есть уже и врач-рентгенолог, и другой персонал дела в оформлении документов. Он уже установлен. Проведены даже испытания на сегодняшний день. И сейчас мы занимаемся тем, что готовим документы для запуска этого оборудования. Ценовая политика, я не думаю, что мы будем отличаться особо от учреждений, там, цена и городской больницы. Мы в этих же пределах абсолютно будем. Впрочем, точные даты ввода в строй новых компьютерных томографов в государственных и частных медучреждениях пока неизвестны. И еще какое-то время город будет обходиться одним диагностическим аппаратом. А между тем, именно этот аппарат на сегодняшний день позволяет наиболее точно определить наличие коронавирусной пневмонии. Евгения Демина, Яна Джуз, Сергей Павлов, Александр Паханов, Александр Иванов. Ноябрьск, 24. В детской поликлинике на Советской 79 появилось новое медоборудование – оптический томограф. Теперь ставить диагнозы с максимальной точностью станет проще. Вместо укола доктор предлагает посмотреть мультфильм «В глазке, куда заглядывает ребенок» картинки на мониторе офтальмолога сетчатка глаза в 3D-проекции. Для определения диагноза врач использует бесконтактный метод. Благодаря одновременной проверке обоих глаз прием пациента занимает не более двух минут. И даже самые неусидчивые способны выдержать процедуру. Диагностика всей заболеваний заднего полюса глаза, то есть дискозрительного нерва сетчатки, она бывает периодически затруднена, потому что детки не все смотрят хорошо. А здесь вот мы сказали, давай этот мультик посмотрим, буквально несколько секунд, до минуты все мы сняли, и мы можем, во всяком случае, спокойно рассмотреть это все. А не так, когда там ребенок бегает и двигает глазами, когда он должен все поймать. Оптический томограф способен с точностью до 80% рассмотреть все слои сетчатки, что невозможно при традиционном методе в темной комнате. По словам специалистов, благодаря новому оборудованию, необходимость направлять пациентов для уточнения диагноза в другие города отпадет. У призывников в эти дни проходят медицинские комиссии. В этом году врачи работают в здании на Республике 37. Помещение искали такое, чтобы не было столпотворений. Держать дистанцию в 1,5-2 метра помогает специальная разметка на полу. Но прежде чем пойти по врачам, каждому призывнику измеряют температуру и обрабатывают руки. Плюс обязательный атрибут этой компании – медицинские маски. Теперь об этом пишут даже на повестках. При себе рекомендуют иметь и антисептики для рук. Есть определенный план по проведению медицинского свидетельствования, по количеству вызываемых и явившихся. И, соответственно, этому плану проводится медицинское свидетельство. Ну, в среднем сейчас снижено количество вызываемых. В среднем 10-15 человек. Медицинская комиссия работает 3 часа с 14 до 17. За это время призывники успевают обойти 9 специалистов. Каждый принимает в отдельном кабинете. И в таком режиме будут работать до 31 декабря. Каждый человек, заходящий в здание, проходит термометрию, записывается фамилиями отчества, записывается в журнал в обязательном порядке, проходит обработку рук. Если вдруг маски нет, выдается в обязательном порядке маска. И в коридоре, в помещениях у нас разметка для соблюдения социальной дистанции. По городу Ноябрьска, примерно, около 700 человек должны пройти медицинскую комиссию. Прервемся на короткую рекламу и смотрите сразу после нее. Проезд открыли. На участке дороги по улице Советской завершился ремонт. Третий раз за три года скалодром вновь меняет свое месторасположение. Отправился к звездам космонавт Куть Сверчков, побывавший в Ноябрьске, совершает свой первый полет в космос. Дорогу от границы Ямала до Карамовского поста отремонтировали. Подрядчик работал с опережением сроков. В итоге обновили 15 километров. Еще 8 приведут в порядок в следующем году. Начали мы с границы Ямал-Ненецкого автономного округа с Ханты-Мансийским. 246 километр по 269. В этом году по плану у нас было выполнить 13 километров дорог. Выполнить и сдать. Выполнили больше. Подрядчик в верхнем слое выполнил 15 километров. Всего за два года дорожники сделают капремонт 23 километров. Плюс отремонтируют два моста. Сургут-Салихард – это единственная дорога, которая соединяет Ямал с Югрой. В планах у ноябрьского филиала дорожной дирекции Ямала в 2021 году окончить ремонт на границе округов. После бригады будут работать на участке в районе Муравленко. В Ноябрьске открыли движение по улице Советской от энтузиастов до 60 лет СССР. Участок дороги длиной 496 метров с июля был на реконструкции. Работы завершены раньше по контракту срок окончания 11 декабря. Подрядчик компания «Севердорстрой» полностью заменил инженерные сети, устройство ливневой канализации, постелил новый асфальт на дороге и тротуарах. Здесь же оборудована первая в городе велодорожка. В ближайшем будущем ее выделят разметкой. На участке Советской появились и новые пешеходные переходы, остановки и уличное освещение. Она соответствует полностью всем ГОСТам и СНИПам, действующим на данный момент, в том числе и радиус кольца, который сейчас разделяет потоки. Может быть, некоторым гражданам и автолюбителям будет это в новинку, но это правильное разделение потоков для того, чтобы скоростной режим в том числе соблюдался. Гарантийный срок на все работы 5 лет. Это значит, что в случае выявления каких-то недочетов устранять их подрядчик будет за свой счет. В следующем году, обещают городские власти, реконструкция Советской продолжится. Улица разделена на несколько участков и ремонтировать ее будут постепенно. Мы будем продолжать дальше. У нас улица Советская поделена на этапы, которые мы будем постоянно реализовывать. Мы в округ, в проект бюджета направили предложение продолжить реконструкцию уже от кольца до перекрестка с улицей Мира. Полторы тысячи собак и тысяча кошек в Ноябрьске построили приют для животных. Сейчас здание полностью готово. Оно находится на промзоне. Первое, чем впечатляет приют, размерами. Площадь здания больше полутора тысяч квадратных метров. Плюс территория вокруг, где специально оборудовали зоны для выгула животных. Но самое интересное внутри. Кроме привычных вольеров, здесь есть операционная и даже выставочная комната. Куда смогут прийти те, кто захочет завести питомца? И в таких условиях смогут жить две с половиной тысячи собак и кошек. Мы понимаем, что это абсолютно разные породы. Это разная наполняемость. Для этого у нас и были предусмотрены абсолютно разные места для содержания. Это и для больших пород собак. Это разграничение между гладкошерстными и большими особями. В том числе и те породы, которые будут содержаться в уличных условиях. У нас созданы уличные вольеры. Обязательно с теплой будкой. И будут также настилы для того, чтобы собака жила в естественных условиях. Сразу же заведем. Проект поддержал губернатор Дмитрий Артюхов. За строительством следили все. Горожане спрашивали о приюте и во время прямого эфира с главой города. Поэтому одним из первых здесь побывал Алексей Романов. Мы рассчитываем сначала хотя бы порядка 300 кошек. Потом будем смотреть, как быстро наполнится наш приют. В кадре с сентября основная работа сделана. Остались детали. Вот эти вольеры, которые сейчас приехали, мы соберем примерно неделю. То, что касается остальных, там кошатники, стенды. Это все, то есть уже груз подготовлен. Сейчас вот этот человек, который машину сюда подогнал, он сейчас приезжает в Омск, загружается в новой партии и приезжает тоже сюда. Вольеры прочные. Как говорится, должно хватить на века. Животных в приют будут привозить и службы отлова. Но перед тем, как сюда попадут четвероногие, их осмотрят ветеринары. После карантинная зона, чтобы собаки или кошки адаптировались. В связи с тем, что муниципалитет с самого начала, с проектной документацией, со смертной документацией, всегда был на связи со службой ветеринарии, консультирование, там, советы, то, в общем-то, другого и не ожидалось. То есть план здания, ремонт, вплоть до того, что с цветом стен даже пытались советоваться, что лучше выбрать. Поэтому на данном этапе я не вижу никаких отклонений. Приют передадут некоммерческой организации «Формула добра». Сейчас идет работа с документами. Конечно, планируется большая работа по пристройству этих животных. Но какая основная цель этого? Не для того, чтобы их здесь содержать, а для того, чтобы найти им владельцев. Для этого мы будем работать и в интернете, и по телевидению. Основная работа – это, собственно, в пристройстве этих животных. Открыть приют планируют в ноябре. Главная задача – сделать так, чтобы у каждого животного появился свой дом. Юлия Левачева, Александр Морозов, Ноябрьск, 24. Судьба ноябрьского скалодрома решена. В январе следующего года секцию скалолазания ждет уже третий по счету переезд. И это за последние три года. Сейчас спортсмены занимаются во дворце молодежи, но скоро там начнется ремонт. А это значит, что переселение спортсменам не избежать. О предстоящем переезде тренерам и скалолазам объявили еще весной. Вариант, который предложили в местном управлении по физкультуре и спорту, родителей спортсменов не удовлетворил. Это старый спортивный комплекс, который находится в уже частично расселенном поселке Сму-10. Вот это здание предлагают нам для размещения секции скалолазания. Я сама здесь живу в Ноябрьске с 1987 года. И это здание уже тогда было. У меня брат здесь ходил на бокс. Вот, оно уже сыпется, когда там был ремонт. Внутри, может быть, какой-то косметический делался в зале. Вот, снаружи, ну, видно, что кирпич просто уже рассыпается. Недовольные таким переездом родители стали писать письма во все инстанции. И тогда решение проблемы нашлось. Вместо спорткомплекса в Сму-10 предложили заниматься в Зените. Экспертиза показала, высота потолков в этом здании подходит для установки 12-метрового оборудования. Оно будет трех уровней сложности для новичков и для профессионалов. Занятия в Зените будут проходить до тех пор, пока в 9-м микрорайоне не построят новый спорткомплекс. Он и станет постоянным местом дислокации скалолазов. Но когда возведут комплекс, пока не ясно. Обещают, что это случится до 2024 года. В школах Ямала появятся менделеевские классы. Речь идет о проекте, который углубит знания учеников по химии, математике, информатике и не только. Плюс поможет с профориентацией. Его разработали преподаватели Российского химико-технологического университета имени Менделеева и компании Сибур. Программа рассчитана на старшеклассников. За первый год ее пройдут 250 человек. Что касается мест, менделеевские классы откроют в Губкинском, Муравленко и в Ноябрьске. В последнем случае это будет третья, седьмая и школа в Ингапуровском. Радио «Ноябрьск-24» ищет новые голоса. Команда «Артикомедия» проводит кастинг ведущих для работы в эфире на частоте 87,9 FM. Мы объявили кастинг радиоведущих для того, чтобы найти новые голоса для эфира «Радио «Ноябрьск-24». Чем должен обладать претендент? Прежде всего, хорошей дикцией. Естественно, свободно владеть речью. Ну и самое главное – это желание работать на радио. Заявку до 23 октября нужно отправить по номеру телефона, который сейчас на экране. Претенденты получают творческое задание и 24 октября их ждет прослушивание. Звукорежиссер запишет демоверсию, после чего ее оценят профессиональные радиоведущие. Если вы хотите попробовать себя в роли ведущих вечерних и дневных эфиров, то сейчас самое время. На волне 87,9 FM уже сегодня можно разместить рекламу. Рекламное радио, конечно, эффективно, потому что очень много времени люди проводят в машинах, на работе, где слушают радио. Большим плюсом будет то, что все-таки будет не только в радиоприемнике, но и интернет вещание. То есть радио будут слушать, как и слушали всегда. Чтобы объявление услышали, нужно прийти в офис рекламного агентства «Город» по адресу Мира, 78, или позвонить по номеру 499-809. С каждым клиентом работают индивидуально, помогут составить текст, плюс его озвучит профессиональный ведущий. Рекламный блог есть и в каждом часе, а это значит, объявление услышат тысячи людей. Российский космонавт, побывавший в гостях у телеканала «Ноябрь с 24», отправился в космос в четверг в 8.45 утра по Москве. С космодрома Байконур стартовал корабль «Союз МС-17». А уже спустя три часа он пристыковался к МКС. На борту три человека, двое россиян и американка. Среди них и Сергей Куть-Сверчков. Космонавт отправился туда в качестве бортинженера «Союза» и Международной космической станции. Российский корабль установил новый рекорд по скорости полета к МКС. На станции они проведут 117 суток. Сергей Куть-Сверчков побывал в ноябрьске в 2018 году и в рамках фестиваля «Наука 0+,» успел космонавт заглянуть и в студию нашего телеканала. В рамках интервью Сергей рассказывал, что на тот момент еще не был в космосе, но уже знал, чего ему будет не хватать во время экспедиции. Я думаю, буду скучать по общению с близкими, родными людьми. Наверное, так. По опыту общения с коллегами, которые в космос летали и вернулись, времени скучать там нет. Там огромный объем работы и ты постоянно занят. Еще больше новостей на сайте noyobris24.ru и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях.